Становление региона – так называется новая выставка Государственного архива Ульяновской области. Ее экспонатами стали уникальные документы, точнее их фотокопии, которые отражают все этапы истории административно-территориального развития региона, начиная с основания Симбирска. К примеру, на уникальной гравюре Прокофья Артемьева мы можем увидеть, как выглядел Симбирск в 1765 году. Также на выставке представлены документы, демонстрирующие первые гербы уезда в Симбирской губернии. Поводом создания выставки послужила очередная дата, связанная с образованием региона. В январе мы традиционно, в день Крещения Господня, отмечаем еще один свой региональный праздник 73-го нашего региона. Это день образования Ульяновской области. В этом году ей уже 78 лет, возраст солидный. Выставка отражает и этап, когда Симбирск впервые стал административным центром. Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева побудила императрицу Екатерину II провести административно-территориальную реформу. Регионы по Волжье преобразовались в наместничество. В Госархиве хранится именной указ Екатерины Великой об учреждении Симбирской губернии из 13 уездов. Он единственный у нас в регионе. Сохранился экземпляр. Естественно, их переписывалось тогда, рассылалось много. Тот, который был подшит в столбец Покровского мужского монастыря. К счастью, монастырь находился под горой, ближе к Свияге. И его пожары, которые истребляли большинство губернатских архивов в центре города, как-то не коснулись. Но, как мы можем видеть, монастырские мыши без пиетета отнеслись к высочайшему указу. Если толчок для развития наместничества дала война Емельяна Пугачёва, то Великая Отечественная война подтолкнула к образованию Ульяновской области. На тот момент Ульяновск был одним из крупных центров эвакуации. В годы войны Великой Отечественной мы не случайно действительно стали в прошлом году городом трудовой доблести. Правительство понимает, что необходимо что-то снова делать с административно-территориальным делением. И, соответственно, в 43-44 годах, еще война в самом разгаре, образуется в нашей стране 13 новых областей. И, что интересно, первая из них была создана Ульяновская область. Только Госархив сохранил единственный экземпляр указа Президиума Верховного Совета СССР об образовании Ульяновской области в составе РСФСР. В нем подробно расписано, какие районы входят в нее. Их на тот момент было 26. Архивист специально для нас продемонстрировал подлинник документа. И трудно сказать, почему именно 19 января. Но если так немножко проводить в параллели, можно вспомнить, что, опять же, это крещение. А на тот момент руководство Русской Православной Церкви в лице местоблюстителя Сергия находилось именно в Ульяновске. И Ульяновск на период 1941-1943 годов был центром православия. Около месяца, примерно до конца февраля 1943 года, шло формирование различных структур, в том числе средств массовой информации. Так, 18 февраля вышел первый номер областной газеты с новым названием «Ульяновская правда», где был опубликован указ об образовании области и передавится с обращением ко всем трудящимся регионам. А не так давно архивисты обнаружили, что ульяновцы делились новостью о создании Ульяновской области со своими близкими, которые в то время защищали на фронтах войны нашу родину. Архивист нам показал оригинал такого письма, которое было отправлено в первых числах 1943 года Анной Ромашиной, мужу-фронтовику Ивану Сергеевичу Ромашину. Выставка будет работать предварительно до марта. Экскурсии проводятся по предварительной записи. Ирина Антонова, Артём Куранов. Новости Управда ТВ.